Друзья, на студии, как мы и обещали, певица и телеведущая Регина Тодоренко. Приветствуем вас! Привет! Хеллоу! Слушай, ну, после такого действительно серьезного путешествия не произошла ли переоценка ценностей? И, быть может, все-таки ты окончательно для себя обозначила, что ты не певица, ты теперь телеведущая? Или наоборот? Ни в коем случае переоценка ценностей разве что произошла в том, что я стала толерантнее, терпимее к другим людям, к условиям, к сексуальным меньшинствам и тому подобное. А так, в целом, наоборот, я для себя открыла то, что в путешествиях я вдохновляюсь на новые идеи, у меня рождаются новые мысли и новые песни. Я приехала, более того, тебе скажу, сразу же после крутоседневного путешествия написала около 20 песен, причем за одну ночь. Мы сели с моей гитаристкой Наташей Павловой. Привет, Наташа! Она наигрывала-наигрывала, а я напевала-напевала. И сразу же после этого... Ну, был еще третий человек, который это записывал. Мы поехали в студию, да, и нас записал мой сан-продюсер Женька Бровка. Ну, как бы, песня готова, готов новый альбом! Но ведь твой дебютный альбом, который называется Fire, который, собственно, был презентован буквально в начале этого месяца, он-то писался почти два года, насколько мы знаем. Я... Фактически он писался два года, но теоретически писался 26 лет, потому что я вложила в него все то, что пережила за 26 лет. Ну, как бы, все свои эмоции, все переживания, все самое-самое, наверное, откровенное, искреннее, честное, то, что происходило со мной. Я просто очень хочу, чтобы... Человек-то я позитивный, да, и хочу, чтобы люди, слушая мой альбом, они веселились, они отрывались, они пили текилу, они танцевали, чтобы не грустили. Потому что, в принципе, в моем альбоме всего лишь одна лирическая песня, которая называется «Не обижу». Я вот прямо, знаешь, с аэропорта только сошла с трапа и тут же написала ее после кругосветного путешествия. После, видимо, какого-то инцидента на паспортном контроле. Я не обижу, не обижу тебя, я ненавижу, ненавижу себя, да. Слушай, но за два года песни менялись как-то, но ведь сложно, наверное, в одном стиле в течение двух лет писать композицию. Ты знаешь, мне кажется, что люди могут, прослушав альбом, сказать, что он такой разношерстный, разная подача голоса. Разные люди писали? Разные люди пели? Просто я очень разносторонняя. Ну, я считаю себя человеком многогранным и люблю пробовать что-то новое. И, конечно же, позволяю себе петь в разных стилях. Это может быть какое-то более роковое направление, это может быть, наоборот, народные всякие... В зависимости от того, какую страну ты в это время посещал. В зависимости, да, от этого тоже, от того, какое сегодня настроение. Я очень люблю такие всякие напевки. Знаешь, всякие вот такие штуки. Ну, просто долго ты так попеть не можешь, потому что начнет идти дождь, судя по всему. Ой, если бы! Я вызываю силы дождя и золотую карту на свою добрую, светлую голову. Насколько мы знаем, и самым продюсером данного альбома, альбома Fire, был Артем Пивоваров. Два человека. Два человека. Делали этот альбом, да. Артем Пивоваров и... И Евгений Бровко. Вот. А как проходила работа? Ведь, наверное, очень сложно выдернуть. На расстоянии тысячи километров. На расстоянии. Ты в Африке, а не в Киеве, да? Да. Как тебе звук? Нормально. Ты знаешь, абсолютно четко ты отобразил картину происходящего. Потому что я последнюю песню альбома... Не, не последнюю. Предпоследнюю песню альбома дописывала в Ванкувере. Судорожно. Потому что времени не было между съемками. Нужно было забежать в студию, быстренько все записать, выбежать из нее, снова прибежать, записать еще кусочек, снова выбежать из нее. Передавала материал. Там душно было или что? Да нет, съемки-то. Понимаешь, я же между съемками в перерыве говорю, ребята, сейчас буквально пару часов, и я вернусь. Они такие, да-да, Ринчик, конечно. И там уже начинают призвать, у тебя самолет, быстрее мы вылетаем, ты едешь. Ну, как бы, все было в таком раше, все постоянно было в таком эмоциональном, наверное, стрессе. Быстренько записала, передала информацию, быстренько что-нибудь придумала, написала, передала информацию ребятам, чтобы не обрабатывали, возвращали мне обратно уже готовые аранжировки. Там я аранжировки отслушиваю, говорю, что так, что не так. Ну, с Артемом, что касается Пивоварова, мне было очень комфортно работать. Мы с ним первую песню записали, по-моему, два с половиной года назад, это Heartbeat, моя самая первая песня. И вот с тех пор мы по крупице собирали с ним материал, каждый месяц в перерывах между съемками, я приезжала к нему в Харьков, жила у него несколько дней, мы с ним креативили, придумывали, ну, как бы, его видение мне очень нравится, и он почувствовал меня, это очень круто. Это важно, когда твой саунд-продюсер, аранжировщик чувствует тебя, что ты хочешь, потому что иногда я сама не знала, чего я хочу. Я говорю, вот есть вот так, вот я так сегодня написала, давай, сделай что-нибудь с этим. Ну, то есть, правильно я понимаю, что рецепт хорошего взаимодействия с саунд-продюсером заключается в том, чтобы пожить у него пару дней в парте? Наверное, да. Слушай, но на самом деле сделать и осуществить кругосветное путешествие, это невероятно, и, наверное, это, в принципе, мечта, там, где-то такая потаенная многих людей. Не было ли желания в какой-либо из стран, там, образно, ты сидишь, я приехала в Камбоджи, а, наверное, я здесь останусь. Вот здесь буду жить, рожать детей. Вот, и вообще, это страна, страна для меня. У меня было такое настроение в Лос-Анджелесе, мне даже, честно говоря, хотелось сбежать. Я очень устала, по-моему, шел уже шестой месяц кругосветного путешествия, и мне так хотелось чего-то нового. Мне хотелось каких-то съемок в кино, мне хотелось уже скорее выпустить свой альбом. Я подумала, что, возможно, если я сейчас убегу от всего мира и останусь в Лос-Анджелесе, у меня начнется какая-то другая жизнь. Так удобно. Просто, я была, поверь, я была, я сидела на лавочке, ждала. Плаще? Не, ну не плаще, там же жарко, тепло, с рюкзаком, на автобусной остановке, и такая, все, я здесь останусь. Я чувствую, что я здесь останусь. Я уже эмоционально нестабильно вообще, я такая, все, я не могу. А потом, конечно же, я понимаю, что у меня есть ответственность, у меня есть работа, я должна ехать дальше, дальше нас ждет Латинская Америка, и еще вообще много впереди разных проектов, нужно вернуться. И вовремя, видимо, запикал браслет на нас. Да, я помню нас о том, что паспорт на мой не у меня, а продюсера. Слушай, ну круто, планируешь ли ты повторить такой подвиг? Кругосветное путешествие? Ты знаешь, да. Мало ли что, ты еще. Да, я хочу поехать в мировой тур, но уже со своим альбомом. Я думаю, что это случится через пару лет, когда я напишу еще новый альбом, который будет еще крепче, интереснее, потому что мой первый дебютный альбом, он, это пока такая провопера, я нащупываю сама себя, нахожу свой характер, свои черты какие-то отличительные, да, чтобы мне хочется, чтобы зритель, слушатель меня идентифицировал. О, Регина поет. Поэтому я пока ищу свое направление. Я думаю, что с вдохновением, новыми эмоциями все будет меняться. Друзья, несколько секретов выдала Регина, несколько рецептов. Мы помним про рецепт работы с салон-продюсером. Если вы, артисты, хотите записать потрясающий альбом, есть бюджетный вариант, отправьтесь в кругосветку, и наверняка у вас все получится. Спасибо тебе большое, что выделила несколько минут и забежала к нам в гости. Желаю тебе больших успехов, невероятных эмоций в 2017. Спасибо огромное, я полетела. Окей, а в Лос-Анджелес? Ну как пойдет!